Уважаемые дамы и господа, сегодня мы станем свидетелями церемонии памятного гашения новых почтовых марок из серии зданий дипломатических представительств МИД России с изображениями посольства России в Тегеране и Мехико, а также резиденции посла России в Риме. Слово предоставляется заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Андрею Юрьевичу Руденко. – Спасибо большое, уважаемые коллеги, друзья. В первую очередь я хотел бы передать извинения от Сергея Викторовича Лаврова за то, что он сам не смог прибыть на сегодняшнюю церемонию. Вы сами видите, читаете, какие у нас сейчас срочные события разворачиваются, и ему пришлось отложить это важное мероприятие. Я уверен, что его дух с нами. Я искренне рад приветствовать всех вас на церемонии памятного угошения почтовых марок из коллекции зданий дипломатических представительств Министерства иностранных дел России. Эта новая серия была инициирована совместно с Акционерным обществом Марка в 2023 году. В этой связи хотел бы выразить особую признательность сотрудникам Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Акционерному обществу Почты России, Акционерному обществу Марка, а также всем, кто причастен к реализации этой замечательной инициативы и рассчитывал на продолжение нашего плодотворного сотрудничества. Сегодня вашему вниманию представлены знаки почтовой оплаты с изображениями дипломатических представительств Российской Федерации в Иране, Мексике и Италии. Эти архитектурные объекты составляют важную часть нашего культурно-исторического наследия за рубежом. Посольство Российской Императорской Миссии в Тегеране с 1915 года размещалось в старинном дворце XIX века. В начале прошлого века внешний фасад особняка был значительно реконструирован, но его внутренние интерьеры сохранили изящество и роскошь персидской архитектуры. Те, кто там был, наверное, смогли лично насладиться этим зданием. В ноябре-декабре 1943 года здание Советской Депмиссии получило всемирную известность, поскольку в нем проходила легендарная Тегеранская конференция с участием лидеров стран антигитлеровской коалиции Сталина Рузвельта Черчилля. Были приняты важнейшие судьбоносные решения по вопросам открытия Второго фронта и послевоенного устройства Европы. И кадры, запечатлевшие глав государства и правительства Большой Тройки на фоне здания посольства СССР в Тегеране, облетели весь мир и вошли в историю. Посольство России в Мексике. Оно представляет собой загородную усадьбу XVII века на протяжении столетия, принадлежавшую знатным мексиканским фамилиям. Новая эпоха в истории резиденции, расположенном в одном из самых престижных районов Мексики, началась в XX веке с перестройкой особняка в классическом английском стиле. С 1942 года в этом здании размещается отечественная дипломатическая миссия. И последнее – это резиденция Абамамелек. Это изящный средневековый стиль, и он придает особый шарм этой вилле, официальной резиденции посла России в Риме. Этот лошадный заповедник, расположенный в непосредственной близости к Ватикану, возник на картах Рима в XVII веке. Своим современным обликом он обязан русскому князю Семену Семеновичу Абамелек Лазареву, который приобрел это имение в 1907 году. Под руководством архитектора Моральди и инженера Борузо был создан архитектурно-парковый комплекс. Зал и резиденция украшены люстрами из венецианского стекла, мраморными колоннами, статуями, старинными фламандскими габелинами и полотнами знаменитных европейских художников. В 1947 году вилла перешла в собственность правительства СССР и с тех пор стала местом проведения автоматических и общественно-политических мероприятий. Уважаемые коллеги, уверен, что данная серия марок найдет своих почитателей среди филателлистов и в целом будет востребована всеми теми, кто интересуется историей российской дипломатии и историей нашей страны. Благодарю за внимание. Слово предоставляется заместителю генерального директора Акционерного общества Почта России Казонову Алану Тимуразовичу. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый Андрей Юрьевич. Рад всех приветствовать. Не первый раз принимаю участие в подобных мероприятиях. В мероприятиях Министерства иностранных дел всегда с большим удовольствием рад тут находиться. Выпуск специальных знаков почтовой оплаты – это добрая традиция, которая поддерживается компанией Почта России уже много лет. Почтовые символы оплаты – это марки и конверты наглядно демонстрируют всем нам, чем в настоящее время гордится наша страна. Это особые события в нашей истории, это особые люди, особые места, которые формируют огромную роль в нашей современной России. Как уже сказал Андрей Юрьевич в начале выступления о том, что сейчас особый период развития нашей страны, и, наверное, в этих современных реалиях особое значение приобретает деятельность наших дип-представительств по всему миру. В Иране, в Мексике, в Италии, в других странах сотрудники российских посольств неустанно трудятся на благо нашей страны. И выпуском почтовых марок с изображением посольских зданий мы, это дружный коллектив Почты России, еще раз выражаем благодарность всему дип-корпусу за работу по защите национальных интересов. Мы, безусловно, продолжим эту работу в рамках серии «История российской дипломатии». И будем приходить сюда снова и снова, всегда с большой радостью и с улыбкой на лице. Еще раз слова благодарности от нашего коллектива и желаю всем благополучия и новых свершений на благо нашей большой страны. Спасибо. В 2023 году по инициативе МИД России в сотрудничестве с Акционерным обществом Почта России и Акционерным обществом Марка был начат выпуск серии почтовых марок зданий дипломатических представительств МИД России, представляющих особую культурно-историческую ценность. В феврале 2024 года в новой коллекции знаков почтовой оплаты вышли марки с изображениями Дома приемов МИД России, российских диппредставительств Вене и Пекине, резиденции посла в Париже. Сегодня в рамках нового выпуска представлены марки с изображением посольства России в Иране и Мексике, а также резиденции посла России в Италии. Все эти архитектурные объекты имеют богатую историю. Российское посольство в Тегеране, расположенное в Персидском дворце XIX века, стало широко известно после Тегеранской конференции 1943 года. Здание посольства России в Мехико отражает характерные черты загородной резиденции мексиканской знати XVII века. Резиденция посла России с прилегающей территории в самом сердце Рима представляет собой ландшафтный заповедник XVII века. Для церемонии памятного гашения почтовых марок был изготовлен специальный сувенирный штемпель. На нем указано сегодняшнее число – 2 декабря 2024 года. Штемпелем ставится оттиск на конверте с марками. Далее каждый конверт подписывается участниками церемонии. Художник-дизайнер марок Надежда Карпова. Номинал марки – 72 рубля. Тираж каждой марки – 66 тысяч экземпляров. Почтовые марки уже поступили в обращение, и граждане нашей страны получили возможность приобрести их в отделениях почтовой связи и салонах коллекционер по всей России для пополнения коллекции, а также для того, чтобы воспользоваться для отправки почтовой корреспонденции. Торжественная церемония близится к завершающей части, и сейчас участникам будут вручены памятные рамки с только что погашенной почтовой маркой. Спасибо.